Пешеходные зоны не для водителей, однако некоторые выбирают для проезда запрещенное для движения участки улиц и как итог привлекаются к ответственности. Чаще всего нарушители осознают свою вину, но не этот, 44-летний гражданин. Он говорит, дай мне свои документы. Я говорю, вы же не сотрудник ГИБДД. Я говорю, дайте мне сотрудник ГИБДД, я вам дам свои документы. То есть вину свою не признаете? Нет, не признаю. Двигающийся автомобиль увидели сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Саратову, находившиеся на маршруте патрулирования. С целью пресечения противоправных действий водителя полицейские попытались остановить транспортное средство. Остановили данное транспортное средство, попросили передать на основании 2.1.1 правила дорожного движения свои документы, этаж и страховой полюс, на что гражданин отказался и нажал на педаль газа, тем самым совершив наезд на МВД напарника. На мои неонократные требования остановиться и покинуть, выйти из своего транспортного средства, гражданин никак не реагировал, продолжив также наезжать на МВД напарника. Было принято решение применить отношение гражданина физической силы, специальные средства для задержания данного гражданина, доставления в отдел полиции 06 для дальнейшего разбирательства. Происшествие в центре Саратова получило широкий общественный резонанс. Свидетелями незаконных действий подозреваемого стали десятки горожан. Следственным отделом по Врузьевскому району города Саратов, Следственного управления и Следственного комитета РФ по Саратовской области в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поставлен на контроль в Центральном аппарате СК. Фруинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.